В Таразе состоялось областное августовское совещание работников сферы образования, в котором принял участие глава областной администрации Ербол Карашукеев. Встреча учителей началась с обсуждения нововведений в учебной системе этого года, а именно цифровых инноваций в образовании. Также на совещании были определены лучшие образовательные учреждения и награждены педагоги, внесшие значительный вклад в развитие сферы образования. О результатах прошедшего учебного года и планах на перспективу смотрите далее. В этом году августовское совещание открыло панельная сессия, на которой были представлены особенности и проекты цифровой образовательной системы. В мероприятии приняли участие около 500 учителей. Глава региона Ербол Карашукеев, председатель правления Национального центра повышения квалификации ОРЛЕУ, депутаты и руководители управлений. На встрече руководитель управления образования рассказал о достижениях прошлого года и представил нововведения на новый учебный год. В настоящее время в области решается вопрос по ликвидации аварийных и трёхсменных школ. К тому же, занимаемся материально-техническим обеспечением школ. Отмечу, что в этом году школы окончили 12 604 ученика. Из них 809 учеников окончили учебное заведение с отличием. В этом году на образование выделяется 319,2 миллиарда тенге. Эти средства составляют более 50% областного бюджета. Поэтому глава региона поручил ответственным лицам эффективно использовать выделенные средства и уделить особое внимание качеству образования. Ербол Карашукеев также отметил, что цифровизация образования – это требование времени, и все государственные школы региона обеспечены доступом к интернету. «Были выделены значительные средства на строительство 41-го объекта образования, а также на ремонт и материально-техническое обеспечение школ. Работы ведутся совместно с городским и районными акиматами, областными управлениями образования и строительства и будут выполнены в срок». Кроме того, на совещании ряд педагогов были награждены специальными министерскими наградами, а также награды Акима области за значительный вклад в развитие и совершенствование системы образования. «Сегодня меня наградили. За это я выражаю огромную благодарность министру просвещения. Отмечу, что мы вносим большой вклад, чтобы подрастающее поколение стало образованным». Грант «Лучшее среднее образовательное учреждение 2024» на сумму 68 миллионов тенге был вручен школе-гимназии номер 39 Миркенского района. Победителю Лиги колледжей, Жамбулскому инновационному высшему колледжу, был вручен сертификат на 10 миллионов тенге. А шесть образовательных учреждений, набравших наивысшие баллы в рейтинге, оценка эффективности деятельности образовательных организаций, были награждены в различных номинациях и получили денежные сертификаты на сумму 1 миллион тенге. Риналь Рахматуллин, Галамжан Исинбаев, Айконакпарад.